Трагическая новость последнего часа. Пассажирский самолет Boeing 737 потерпел катастрофу при заходе на посадку в 19.26 по московскому времени. Это был рейс Москва-Казань номер 363, вылетевший из аэропорта Домодедово. МЧС говорит о десятках погибших. По предварительным данным, самолет столкнулся с землей при заходе на второй круг во время посадки. Агентство РИА Новости сообщает, что выполняя маневр, Boeing резко потерял высоту и упал в районе взлетно-посадочной полосы. Сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент из Казани Светлана Костина. Светлана, здравствуйте. Что известно на этот час? Здравствуйте и рады. Действительно, сообщение о крушении Boeing 737 поступило сегодня в половине восьмого вечера. На борту находились 52 человека, из них 46 пассажиров и 6 членов экипажа. Детей на борту не было. Это информация от МЧС Татарстана Республики. Лайнер столкнулся с землей при заходе на второй круг и он упал между взлетной полосой и рулежной дорожкой. Самолет вылетел из Москвы, из аэропорта Домодедова. Рейс 363 авиакомпании «Татарстан». И, как вы видите, погода сейчас в Казани не очень хорошая. Идет снег дождем, дует сильный ветер и рассматриваются версии, как ошибка экипажа, так же и неисправность самолета. Светлана, а что говорят спасатели? Могут ли быть выжившие в этой авиакатастрофе? Удалось ли уже подойти близко к месту крушения? Да, как мы связывались с директором аэропорта, сейчас все специалисты, все силы находятся на взлетно-посадочной полосе. Мы знаем, что после крушения начался пожар, он в данный момент потушен. К аэропорту стянуты кареты скорой помощи, их очень много. И пока никакой информации, к сожалению, о вызовших у нас нет. Светлана, только что вы видели единственную фотографию, которую пока нам удалось получить с места авиакатастрофы под Казанью. Светлана, а что с теми рейсами, которые направлялись на Казань? Ведь аэропорт, насколько я понимаю, закрыт. Там сейчас работают спасатели. Да, сейчас работают спасатели, аэропорт закрыт, и самолеты, по всей видимости, направляются в другие порты России. И рада я хочу добавить, что сейчас в зале ожидания, естественно, прибывают родственники. Они подходят к стойке авиакомпании «Татарстан», пытаются выяснить, что случилось, пытаются выяснить имена погибших, тех, кто был на борту. В общем-то, сейчас собирается вся последняя информация в зале прилета аэропорта. Светлана, правильно ли я поняла, что самолет упал не на взлетно-посадочную полосу, а в районе взлетно-посадочной полосы, где точно находится место его крушения? Насколько он потерял управление при посадке? Самолет упал при заходе на посадке, как мы уже говорили, при заходе на вторую кругу он упал между взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой. Спасибо, Светлана. Мы свяжемся с вами в ходе этого выпуска и узнаем последние подробности, которые вам удастся узнать. Президент Путин уже принес соболезнования родным и близким погибших. Он поручил правительству срочно сформировать комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. МЧС сейчас сообщает, что на борту самолета находилось 52 пассажира. 52 человека, 46 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли. На месте сейчас работают команды спасателей. Мы связались с официальным представителем МЧС в России Ириной Росюс. Работаю с силой средства на месте трагедии Приволжской агенции Приволжского регионального центра. Идет взаимодействие со всеми ведомствами, Минздравом, МВД, прокуратурой, Минтрансом, службой аэропорта. Также готовится к вылету Ил-76 из аэропорта Раменского. Оперативную группу возглавит замминистра Владимир Степанов. С ним полетит оперативная группа, которая имеет опыт при подобных трагедиях, а также психологи центра экстренной психологической помощи. На место катастрофы уже выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета. Они осматривают место происшествия. В аэропорту Казани сейчас развернут оперативный штаб. Место крушения оцеплено полицией. И вот последние подробности от представителей правоохранительных органов. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. И проводится доследственная проверка. Кроме того, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы очевидцев. Основные версии, что это техническая неисправность или ошибка пилота. Также будет обязательно изучено топливо, которым заправлялся самолет. Будут назначены соответствующие экспертизы. Это техническое состояние. То есть мы будем комплекс проверочных мероприятий проводить. Нам удалось связаться несколько минут назад с Ленарой Кашифуддиновой, которая сегодня днем именно этим бортом прилетела из Казани в Москву. По ее словам, уже при посадке рейса в Москве у Боинга возникли проблемы. Она сообщила, что пассажиры были напуганы невероятной вибрацией при последних минутах рейса, при посадке в аэропорту Домодедова. Когда мы приземлялись, непонятно, не то это сильный очень ветер, хотя в Москве погода нормальная, не то это какие-то, ну, я не знаю, технические неполадки или проблемы с самолетом, непонятно. Нас очень сильно сносило в разные стороны. То есть самолет достаточно сильно шатало, мотало так. Мужчина, который сидел рядом со мной, он достаточно взрослый мужчина, он вообще был белый, как полотно, и говорит, что он никогда так не приземлялся, потому что у нас под Колбашево мы сели с первого раза, но у нас вот так нормально сносило прям, очень сильно. Сейчас вы видите фотографию того самого борта, который потерпел сегодня в 19.26 катастрофу под Казанью при заходе на посадку. Это пока единственная фотография, которая попала в распоряжение журналистов. МЧС уже открыла горячую линию для родных и близких, тех, кто мог оказаться на борту разбившегося самолета. Ее телефон 8 800 775 1717. Вы видите его на экране. Вся последняя информация о списках пассажиров сейчас стекается именно туда. Боинг 737 – это самый популярный в мире узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолет. Это самый массовый из реактивных пассажирских самолетов за всю историю пассажирского авиастроения. Именно он с укороченным фюзеляжем считается самой массовой моделью из пассажирских самолетов классической серии «Боинг». Упавший лайнер принадлежал авиакомпании «Татарстан». В аэропорту Домодедово, откуда вылетел рейс 363 Москва-Казань, сейчас работает съемочная группа Первого канала. Мы свяжемся с нашими корреспондентами в ходе этого эфира. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова